На сегодняшнем брифинге начальник управления транспорта Андрей Коплинский сообщил, что цели, поставленные администрацией города, достигнуты. Так снизилось количество ДТП и нарушений, а уровень сознательности водителей заметно повысился. После этого было принято на уровне администрации города Рязани совместно с правительством Рязанской области решение о внедрении платного парковочного пространства в центральной части города Рязани. Правда, сложности с введением платных парковок все же могли возникнуть. Во многих городах России были точно такие же проекты, но они успехом не увенчались. Чем отличается город Рязань? От подобного подхода абсолютно всем. Ни одного рубля из бюджета города Рязани на создание платного парковочного пространства не было потрачено. Риск всей предпринимательской деятельности на себя берет инвестор-оператор, тот, кто стал победителем подобного конкурса. По результатам конкурсного отбора победителем стал публичное акционерное общество Ростелеком. Пилотный проект платных парковок на улицах Радищева и Проволыпицкой инвестировался муниципалитетом города. Все вырученные деньги были потрачены на благоустройство Рязани. Сейчас на платной парковке город не потратит ни рубля. А бесплатно останавливаться на них смогут три категории граждан. Это собственники тех домов, которые находятся рядом с этими платными парковками. Для этого им нужно собрать необходимые документы. Правда, через год свое право на бесплатную парковку придется подтвердить заново. Также на таких местах смогут оставлять свой транспорт и инвалиды. На каждой платной парковке 10% мест уделено под эту категорию граждан. И, само собой, бесплатно может останавливаться спецтранспорт, скорая, пожарная, полиция и другие службы. Всем остальным придется платить 20 рублей за час стоянки. Как оплата через смс-сообщение, оплата через личный кабинет, через Яндекс.Деньги и через паркомат. Ну, как показала практика, наиболее популярными у нас являются оплата через смс и оплата через паркомат. Вскоре парковку можно будет оплатить с помощью банкомата или приложения Сбербанка. Также существует и мобильная программа под названием «Парковки Рязани». Поэтому вариантов с оплатой будет существовать несколько. И каждый человек сможет выбрать то, что ему удобно. Напомним, платные парковки начнут работать с 9 июня.